Дай почитать. Председателя детского фонда, академика Альберта Анатольевича Лиханова «Оглянись на повороте» или «Хроника забытого времени». И вот, наконец, этот роман вышел отдельной книгой. Автор определяет жанр как роман в повестях. Подобное построение Лиханов использовал в известном романе «Русские мальчики». Там тоже показано, как мужает, растет герой. Потом он старшеклассник послевоенной школы, и это уже в романе «Мужская школа». И все тот же герой оканчивает школу и решает поступать в университет. О студенческих годах, о странном выборе тогда мало кому понятной профессии журналиста. А тем более о выборе места, куда герой из родного Кирова уезжает не как все в Москву или Ленинград, а «В Свердловск» очередной роман своеобразной трилогии «Оглянись на повороте» или «Хроника забытого времени». Для автора важно не только показать особенность 50-х годов XX века, но и воссоздать внешний и внутренний процесс становления личности главного героя. А он и само повествование отличаются необыкновенной искренностью, открытостью и исповедальностью. Несмотря на то, что Лиханов пишет о своей юности, он, сохраняя индивидуальные черты, создает обобщенный портрет своего поколения. А то, что наряду с раскрытием характеров персонажей важную роль играет образ времени, показанный и как конкретно историческое время, и как философская категория, позволяют говорить об этом произведении как о романе «Взросление», о романе «Завещание», о романе «Напутствие». Многим молодым людям сегодня может показаться, что эта книга неактуальна, ведь такие неведомые и далекие 50-е годы прошлого века. Но эта книга об опыте, о становлении профессионала и личности. Безусловным положительным качеством этой книги становится объективный, взвешенный, некатегоричный взгляд на тогдашнюю жизнь и проблемы. Автор и его герой неоднозначны, а роман многопланов. Поэтому и тема Сталина, а главный герой на вступительном сочинении, выбирает свободную тему образ Иосифа Виссарионовича Сталина в советской художественной литературе. Цитирование стихотворений о Сталине, Маршака, Исаковского, Симонова не раздражают, а позволяют точнее понять мировоззрение и психологию наших дедушек и бабушек. Ведь генеральная мысль Альберта Лиханова заключена в просьбе, обращенной к читателям. «Не забывай прошлое своей Родины, верь в свою страну и в свой народ, трудись во благо нашего Отечества». До новых встреч! Дай почитать!